Добрый день. Наиболее сложная обстановка на территории Сирийской Арабской Республики по-прежнему остается в Алеппо. Не прекращаются обстрелы банформированиями западной части города. За прошедшую неделю террористы 64 раза открывали огонь из минометов и установок адского огня по западным районам Алеппо. В результате обстрелов погибло 127 и ранено 254 мирных жителей. Кроме того, 30 октября банформированиями из квартала 1070 по районам Дахият-Аль-Асад и Эль-Хамдания был нанесен удар снарядами кустарного производства, начиненными отравляющим веществом. Погибло двое сирийских военнослужащих, пострадало 37 мирных жителей. Для участия в расследовании данного факта в Алеппо прибыла группа специалистов научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Пользуясь мораторием на полет авиации ВКС России и ВВС Сирии в 10-километровой зоне вокруг Алеппо, банформирования с 28 октября перешли к активным боевым действиям и предприняли попытку прорыва восточную часть города в направлении Академии Аль-Асад. Атакам боевиков подверглись районы парка аттракционов, картонной фабрики, населенный пункт Миньян и квартал 3000. Одновременно бандиты, засевшие в восточном Алеппо, попытались организовать встречный удар в районе гуманитарного коридора у рынка Сук-Эль-Хай. Все атаки боевиков были отбиты. В результате террористы понесли значительные потери, в том числе 21 танк и 10 БМП, 6 РСЗО, 14 минометных расчетов, 80 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, а также 12 заминированных автомобилей, управляемых террористами-смертниками. План прорыва вооруженных формирований из восточного Алеппо полностью провалился. Безуспешными также оказались попытки банформирования пробиться на севере Алеппо из районов Маль-Виджи и Хай-Шайбан-Паша, предпринятые 1 ноября. Во избежание бессмысленных жертв министром обороны Российской Федерации по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина принято решение ввести в Алеппо 4 ноября с 9 часов утра до 19 часов вечера гуманитарную паузу. Для выхода боевиков с оружием открыты два коридора. Первый для следования к сирийско-турецкой границе начинается у развязки дорог Джануль-Дувар и проходит по дороге Костелло. Второй ведет от рынка Сук-Эль-Хай через район Эль-Машарка на дорогу Дамаск-Алеппо и далее на Идлиб. Для эвакуации больных и раненых подготовлены автобусы и автомобили скорой помощи. К 8 часам утра 4 ноября данный транспорт будет сосредоточен у входов в гуманитарные коридоры. На время гуманитарной паузы правительственные войска и техника будут отведены от указанных маршрутов на дистанции, позволяющие боевикам безопасно покинуть Алеппо. Шесть коридоров действуют для выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых. Входы в них находятся в районах Медресе-Тайбах, у ресторана Бурдж, в районе парка Аль-Сакхур, возле школы Аль-Мунир, а также у мечети Шейх-Саид и Мазджид. В районах этих гуманитарных коридоров администрации города организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В больницах и госпиталях западного Алеппо подготовлены дополнительные места. Со вчерашнего дня российским центром примирения администрации города Алеппо проводится оповещение мирных граждан и боевиков. В восточной кварталах Алеппо распространено свыше полумиллиона листовок с указанием маршрутов выхода из города и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Постоянно ведется звуковещание и рассылка СМС-сообщений. За ходом эвакуации осуществляется контроль в реальном масштабе времени с использованием беспилотных летательных аппаратов и веб-камер. Хочу заметить, что вчера руководство террористической группировки Нуриддин Аззинки, которая на Западе причисляет к умеренной оппозиции, объявило о том, что подконтрольные ей отряды не собираются воспользоваться возможностью покинуть восточную Алеппо и продолжат вооруженную борьбу. Напомню, что речь идет о той группировке, члены которой в июле обезглавили ребенка. Поэтому данное заявление не явилось для нас неожиданностью. Именно это и подобные ей радикальные группировки минируют гуманитарные коридоры, расстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть восточные кварталы города и прилагают все усилия для того, чтобы сорвать процесс стабилизации обстановки в городе Алеппо. Продолжаем предоставлять подробную информацию и данные объективного контроля по неизбирательному применению авиации на территории Ирака коалицией, возглавляемой США. На прошлом брифинге мы сообщили о нанесении 24 октября самолетом ВВС США ракетно-бомбового удара по населенному пункту Тель-Кайф, расположенному в 14 километрах к северу от Масула. На слайде представлены результаты этого удара. На космическом снимке слева, сделанном 15 октября, то есть до удара самолета в коалиции, вы видите здания школы и жилых домов. А справа после отчетливо видно, что авиационное поражение наносилось в непосредственной близости от здания школы, которое было повреждено осколками и ударной волной. Соединенные Штаты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам как в Масуле, так и в других населенных пунктах иракской провинции Найнава. 26 октября самолеты ВВС США нанесли удары по жилым кварталам в центральной части города Хамам-эль-Элиль, расположенного в 20 километрах юго-восточной Масула. Результат перед вами на экране. Слева снимок, сделанный 15 октября. На фотографии отмечены мечеть и кварталы частной застройки, напротив нее. Справа на фотографии от 30 октября видны следы ракетно-бомбового удара самолетов коалиции по зданию, расположенного в непосредственной близости от мечети. В результате бомбардировки пострадали мирные жители, находившиеся в расположенных менее чем в 50 метров от места удара домах. В мечети причинен значительный ущерб. 31 октября массированным бомбардировкам авиации коалиции подверглись густонаселенные кварталы населенных пунктов Базвая и Гагиели, расположенные в 14 и 9 километрах к востоку от Масула. На слайде видно, что вхождению иракских правительственных войск в населенный пункт Гагиели, являющийся пригородом Масула, предшествовали значительные разрушения жилого сектора в результате ударов коалиции. Левые и правые снимки сделаны с разницей в одни сутки. На фотографии, датированной 1 ноября, отчетливо видны разрушенные в результате ударов коалиции жилые дома. Мы будем и в дальнейшем доводить подробную информацию и данные объективного контроля по результатам нанесения ударов самолетами коалиции. Благодарю за внимание.